Уважаемые студенты, прослушайте, пожалуйста, краткую лекцию, посвященную функциональной анатомии пищеварительных желез и брюшин. Несколько слов о развитии печени. Закладка печени и желчных протоков происходит в почкообразном вырасте на вентральной стенке первичной кишки. После замыкания кишечной трубки в растущей закладке можно выделить две части. Это парс гепатика, будущий орган печени, и парс цистика, это будущий желчный пузырь. Постепенно из эпителиальных тяжей печеночной части формируются две доли печени, а из пузырной части образуется желчный пузырь и пузырный проток. Границы печени. Правая доля, мы с вами видим правую долю на учебном препарате, ее верхняя граница проходит вдоль пятого ребра, ее нижняя граница будет подниматься от девятого ребра по средней подмышечной линии до междолевой границы. Междолевая граница соответствует месту расположения серповидной связки печени, лигаментум фальцифорумис гепатис. Стрелка у курсора указывает на данную связку. Верхняя граница левой доли соответствует шестому ребру и проходит до пересечения с левой средней ключичной линией. Что касается нижней границы левой доли, то она проецируется на восьмое ребро. На данном слайде мы с вами видим анатомический рисунок ворот печени. Стрелка курсора указывает на общий печеночный проток, ductus hepaticus communis. Перемещаем стрелку курсора на воротную вену, венопорты. И последний компонент жизненно важной триады печени – это артерия гепатика проприя. Здесь мы видим, как печеночная артерия делится на свою правую и левую ветвь. От правой ветви отойдет артерия цистика для кровоснабжения желчного пузыря. Данный анатомический рисунок печени со стороны ее ворот позволяет различить квадратную долю печени, любус квадратус, хвостатую долю печени, любус каудатус. Ее висцеральная поверхность содержит ряд вдавлений для внутренних органов, которые мы с вами подробно изучаем на практических занятиях. Печень обладает вариантной анатомией, которая проявляется как изменчивостью границ, так и изменчивостью положения органа и формы. Если тип телосложения долихоморфный, то печень занимает ретро-кастальное положение. При таком положении проекция границ будет находиться несколько выше, чем норма. Нижний край на 2-4 см выше реберной дуги, то есть печень как бы находится внутри грудной клетки. При прахиморфном типе телосложения положение печени характеризуется как экстра-кастальное. Проекция границ, когда нижний край будет выступать на 2-4 см из подреберной дуги. Доразопитальное положение печени – это когда диафрагмальная поверхность будет обращена более кзади. Вентропитальное – диафрагмальная поверхность обращена кпереди. Кроме этого, среди разнообразия вариантов форм печени выделяют печень широкую, продолговатую, треугольную. В литературе также описаны и другие формы печени. Принято делить печень на сектора и сегменты. На данном слайде мы с вами на анатомическом рисунке можем увидеть не все сегменты, всего сегмента 8, а ряд сегментов, в частности первый сегмент, который будет соответствовать хвостатой доле печени, стрелка курсора наведена именно на него, он здесь на данном рисунке отсутствует из-за демонстрации диафрагмальной поверхности печени спереди. Таким образом, в составе правой доли печени выделяют передний сектор, который содержит 5 и 8 сегмент, задний сектор содержит 6 и 7 сегмент, в левой доле находятся латеральные и медиальные сектора, в латеральном секторе содержится 2 и 3 сегмент, в медиальном секторе содержится 4 сегмент. На данном слайде мы можем увидеть объемную анатомическую картинку соотношения всех 8 сегментов печени по отношению друг к другу, основанные на принципе деления той самой жизненно важной триады, в составе которой мы выделяли ветви воротной вены, протоки общего печеночного протока и ветви собственной печеночной артерии. Структурно-функциональной единицей печени является ее долька. В современной гипотологии дольку называют гипотомом или ацинусом. Данный анатомический рисунок позволяет нам образно представить строение дольки. Долька имеет характерную призматическую форму. В ее центре, где наведена стрелка курсора, находится центральная вена дольки. Вокруг дольки располагаются междольковые вены и междольковые артерии. Это терминальные или конечные ветви воротной вены и печеночной артерии. Центральная же вена дольки открывается в поддольковую вену. Вена собля булярис. Что касается микроанатомии строения дольки, то необходимо понимать, что кровь из портальных венов, как конечных ветвей воротной вены, будет попадать в синусоиды. Сами синусоиды находятся между балками гепатоцитов. Балки гепатоцитов лежат перпендикулярно по отношению центральной вены дольки. А из печеночных артериол, конечных ветвей печеночной артерии, кровь проходит в перисинусоидальное пространство или пространство ДИСЭ. Образование желчи происходит в гепатоцитах. Они ограничены между собой плазматическими мембранами. Оттуда они попадают в желчи, оттуда проходят в желчные канальцы, каналикули, билифери. Затем в канальцы Геринга, междольковые, сегментарные, долевые, формируя общий печеночный проток. С точки зрения вариантной анатомии строения желчных протоков, иногда в воротах печени имеются не два, а три или четыре желчных протока, которые сливаются в один общий печеночный проток. После соединения ДУКТУС ГЕПАТИКУС КОММУНИНС ДУКТУС ИСТИКУС образуется ДУКТУС ХОЛЕДОКУС или желчевыносящий проток. В ДУКТУС ХОЛЕДОКУС выделяют следующие части. Часть, которая лежит выше двенцеперстной кишки, называется супрадуоденальной. Та часть, которая находится позади дуодену ретродуоденальной, часть, которая находится позади головки поджелудочной железы ретропанкреатической и, наконец, интрамуральная часть данного протока. Сам проток открывается на ПАПИЛИАДОДЕНИМАЕР, ПАПИЛИАДОДЕНИМАЕР располагается под слизистой оболочкой на медиальной стенке нисходящей части двенцеперстной кишки вместе с протоком поджелудочной железы, где, сливаясь, они образуют общую ампулу печеночно-поджелудочную, в стенке которой находится циркулярная мускулатура, известная как сфинктер-ОДИ. Закращение данного сфинктера не будет зависеть от перистатики двенцеперстной кишки. Он достаточно автономен и открывается только, расслабляется в пищеварительный период, когда химус и желудка проникают в полость двенцеперстной кишки, в ее нисходящую часть. В сутки печень секретирует около 600 мл желчи, которая по пузырному протоку проходит в желчный пузырь в так называемом межпищеварительном периоде, где из желчи всасывается вода и повышается ее вязкость. В пищеварительном же периоде при выделении холецистокенина происходит сокращение пузыря, расслабление сфинктера пузырного протока, сфинктера Людкинса, и движение желчи также будет способствовать спиральной складке шейки желчного пузыря. Что касается функции самой желчи, то благодаря желчи выводятся продукты обмена, такие как билирубин, холестерол, токсины и лекарства. Основная же функция содержащихся в желчи желчный кислот состоит в эмульгации и всасывании жиров. Для пузыря и протоков присутствует также анатомическая изменчивость. Из наиболее часто встречающихся форм пузыря выделяют грушевидную форму, цилиндрическую. Из вариантов положения вне и внутри печеночная, варианты взаимоотношений пузырного и общего печеночного протока, а также варианты внутреннего строения слизистой оболочки пузыря, наличие в слизистой синусов или крипт, наличие в фиброзной оболочке аберрантных печеночных протоков. Пороки аномалий развития печени. Агенезия или аплазия органа – такой порог несовместимой жизни. Нарушение разделения в процессе эмбриогенеза печени на доли и появление там добавочных долей, благодаря наличию крупных, глубоких и широких борозд. Отрези и стенозы желчных протоков, а также развитие врожденных их расширений, как внутри, так и снаружи. Отсутствие закладки внутри печеночных желчных протоков, отсутствие закладки желчного пузыря, наличие в нем брыжейки, антипичное расположение или наличие в просвете пузырного протока или в самом пузыре перегородки. Поджелудочная железа – панкреас. Данный анатомический препарат нам позволяет увидеть взаимоотношение головки поджелудочной железы с нисходящей частью двинцеперсной кишки. Данный препарат нам позволяет рассмотреть как основной проток, который открывается на папиле Адуадонимаер, стрелка курсора наведена на него, так и доктус панкреатикус аксессориус, который открывается на добавочном протоке. Рентгенограммы желчного пузыря и его протоков вы видите на верхних фотографиях. Здесь же можем изучать его отдельные части, такие как дно, тело и шейка, продолжающиеся в пузырный проток. Развитие поджелудочной железы. Закладка поджелудочной железы проявляется в виде дарзального и вентрального выпячивания стенки первичной кишки, которые по мере вращения кишечника и его неравномерного роста сближаются и соединяются между собой. Так из вентральной части образуются две трети головки панкреас, а из дарзальной – тело и хвост поджелудочной железы. На данном слайде мы с вами видим тесное взаимоотношение между печенью, поджелудочной железой, двинцперстной кишкой, также селезенкой и отдельными частями тонкой кишки. Здесь же демонстрируются протоки и сосуды. Панкреас располагается позади брюшина, что делает поджелудочную железу, пожалуй, наиболее фиксированным органом, благодаря не только забрюшинного положения, но и изогнутой формы и тесного взаимоотношения с печенью и прилегающей к головке панкреас, подковой двинцперстной кишки. Функции поджелудочной железы. Основная функция поджелудочной железы – это ее экзокринная функция, которую выполняют ее дольки, ацинусы, состоящие из эпителиальных клеток панкреоцитов. В сутки они вырабатывают около полутора литров поджелудочного сока. Сок поступает вначале в междольковые протоки, а из них в главный или верзлунгиев проток, а также в добавочные протоки. У 50-60% случаев главный проток открывается на медиальной стенке нисходящей части двинцперстной кишки в большом сосочке, расположенной на продольной складке. Позади общего желчного протока, образуя с ним общую ампулу. Иногда ампула отсутствует в 30% случаев, а у 10% случаев имеется только доктус панкреатикус аксессориус. Эндокринную функцию выполняют островки лангерганса, которые находятся преимущественно в хвосте поджелудочной железы. Их альфа-бета клетки секретируют, инсулин, глюкогон, ПП клетки секретируют, сама статин. На данном слайде мы с вами видим, как анатомический рисунок взаимоотношений протоковых систем печени, пузыря и поджелудочной железы. На данной рентгенограмме мы с вами видим также соотношение протоков поджелудочной железы, желчных протоков и пузырного протока. Врожденные пороки развития поджелудочной железы, назовем лишь некоторые из них, агенезия или аплазия всего органа или его части, встречается иногда удвоенная поджелудочная железа, иногда ткань селезенки будет присутствовать атипично в поджелудочной железе, кольцевидная форма панкреас встречается в том случае, когда головка поджелудочной железы выходит за пределы подковы двенцеперстной кишки, а также кистофиброз поджелудочной железы как проявление общего системного заболевания муковисцидоза. Функциональная анатомия брюшины. На практических занятиях вы будете рисовать ход брюшины, будете определять на учебных препаратах этажи брюшной полости, отношение органов к брюшине, производные брюшины. Сегодня мы с вами главным образом коснемся вопросов, связанных с функцией серозной оболочки, которую мы называем брюшина перитонеум. Она из себя представляет тонкую и гладкую оболочку, которая изнутри покрывает стенки брюшной полости, это ее париетальный листок, а также органы, это ее висцеральный листок. Из себя брюшина представляет полонепроницаемую мембрану. Что касается функции, благодаря брюшине всасываются через ее собственные кровеносные лимфатические сосуды, эксудат, продукты распада и лизиса, выделяется жидкость и фибрин, обеспечивается гуморальный и клеточный иммунитет. Общая площадь брюшины составляет 2 квадратных метра. Здесь надо ввести ряд понятий. Брюшинная, брюшная и забрюшинная, брюшная, брюшная полость и забрюшинное пространство. Брюшинная полость – это полость, которая будет ограничена пристеночной и висцеральной брюшиной, где содержится небольшое количество жидкости ликвора. Благодаря ликвору увлажняются поверхности внутренних органов, облегчается перистальтика как желудка, так и кишечника. Диафрагмальная брюшина обладает высокой всасывающей активностью, в связи с тем, что в ее слое находится большое количество коллагеноэластических пучков, в которых содержатся овальные формы микроотверстия, так называемые насасывающие люки. Так выглядит расположение органов брюшной полости. На данном слайде учебного препарата мы с вами видим производные брюшины, большой сальник. Малым сальником называются две связки, локализующиеся в области ворот печени, лигаментум гепатодуаденали и гепатогастрикум. На данных препаратах мы видим брюшину, покрывающую разные отделы как тонкой, так и толстой кишки. К производным брюшины относят брыжейки. Брыжейки из себя представляют удвоенные складки или связки брюшины, которые образуются при переходе париетального листка в висцеральный листок. Один край брюшейки фиксирован к задней или боковой стенке брюшной полости, другой будет связан со стенкой органа. Функция брюшейки состоит как в увеличении подвижности органов, так и в стабилизации их положения. Отдельные части толстой кишки имеют постоянные брюшейки. К таким отделам мы относим поперечно-ободочную кишку и сигмовидную кишку. Непостоянные брюшейки присутствуют у восходящей и нисходящей ободочной кишки. Отсутствует брюшейка у прямой кишки. В тонкой кишке до двинцперстной кишка не имеет брюшейки, тогда как тощая и подвздошная кишка брюшейку имеет или составляет так называемую брюшейчную часть тонкой кишки. Спасибо за внимание.